Всем привет! Чубча в Чуме на связи. Новый день, новый влог. Поэтому сегодня я честно не хотела записывать влог. Хотела оставить на завтрак, потому что завтра такой день, позитивно, интересненький. Вот я. Поэтому не хотела. Но тут решила, думаю, почему бы и нет. Сегодня пятница. Запишу вам двухдневный влог, поэтому я уже подхожу к работе. Сегодня у меня полный рабочий день. Хоть я и обещала не брать больше, чем три клиента, сегодня у меня их четыре. Но это всё, потому что девочка с завтрашнего дня очень слезно бросилась на сегодня. И у неё маникюр без покрытия. Она у меня уезжает в санаторий. Ей прям, ну прям очень надо было. Ну и в принципе четвёртая процедура – маникюр без покрытия. Довольно-таки быстро делается. Поэтому я её взяла четвёртой. Подхожу к работе, буду стараться. Я, девчонки, забываю снимать то, что я сделала. Какой маникюр. Причём, ну у меня прям напрочь вылетает из головы. Вот, я подхожу к работе. Сейчас буду снимать кабинет с охраны. Потом выйду к вам снова на связи. Всё, зашла я на работу. И на голове капец. Вот, сегодня, как я сказала, он мне… Ой, что-то у меня не снимает сумка. Ой, коротенькая такая курточка. У меня для нашей сибирской зимы, конечно, не орёл. Но у меня вечером заврёт муж на машине, поэтому… Ой, поэтому я её надела. Зато в ней можно ходить без шапки, потому что очень мягкий, классный капюшон. Вот. Так, ну что, у меня здесь есть пакетик. В пакетике моя стираная форма. И покупки, небольшие покупки. Сейчас я вам покажу. Там я заходила, значит, в этот фикс прайс. Там, ну, совсем я чуть-чуть не для работы, просто покажу. Вдруг вам интересно. Так, ну что, распаковка моего пакета. Так, 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 сейчас маленько разфасую. Я выбежала в фикс прайс. Что я купила в фикс прайсе? Я купила чай 79 рублей для клиента, а зелёный у меня закончился. Потом я увидела вот такую подставочку. Мне она нужна в эту, в общем, в стол поставить. В неё базы топ и те, которыми я редко пользуюсь. Потом вставлю, покажу. 13 рублей. И купила набор салфеток. Всего за 59 рублей. Тут 6 штучек. На работе вставлю парочку и домой заберу. для влажной уборки. Вот такой мой улов из фикс прайса недорогой. Потом, значит, у дочери урвала вот такой пенал. Отмыла его. Я думаю в него сложить кисти свои все. Потому что они просто так на столе лежат, постоянно полимеризуются. Короче, решила. Вот у неё отмыла его. Забрала. Сейчас просто сложу. А на обед я съезжал салатчик. Немножко салатика. А что-то я больше ничего не взяла. Шоколадку и колу. Я пью без сахара. Короче, что-то я мало себе на обед взяла. У меня хлебца ещё есть. И орешки. А, хватит, мне хватит. Ну, в общем, распаковка прошла успешно в моего пакетика. Так, я штанишки переодела, кофты ещё нет. Вспомнила, что купила колу и решила попить. Я так люблю колу. Но я её пью очень редко и беру без сахара. Прямо сейчас с удовольствием выпью баночку перед работой. Так, ну вот смотрите. У меня, получается, вот стол, да. И есть такой, такая дверца. И в ней полочки. У меня там чего только нет. А вот сверху, вот здесь у меня всякие там, да, расходнички в ящике стоят. А вот здесь всякие молочные базы, матовый топ, который надо хранить в тёмном месте. Вот отель базы у меня. Он на солнце стоит полинаризоваться может. Ну, не на солнце стоит. Какие-то файбербазы там. Меня бесит, что они постоянно двигаются. И для этого я и купила вот эту корзиночку. Сейчас вот всё поставлю. Полезла я в ящик и увидела две базы, два топа. Точнее, ну, одинаковых. Но я обычно, когда у меня уже заканчивается, я покупаю новую. И начинаю пользоваться новая, которая осталась немножко, она стоит. Потом, когда новым флакончиком немножко попользуюсь, я вот так доливаю. И вот обнаружила, что топ, которым я постоянно пользуюсь, вот этот Max Nails и база молочная, Global Fashion мне очень нравится. Поставила переливать, чтобы не занимали много места. Ну, а что касается кистей, они у меня вот на столе вот там за аппаратом валяются. Просто валяются. И раз я их беру, они там все сполимеризованы. Тогда, пока переливаются базы и топ, я покладу свои кисти вот сюда. Это не Рочи. Ой. Так, ну вот моя, короче, кисть, которая не фокусируется. Моя тонкая кисть. Она у меня даже, вот видите, сверху без чехольчика. Я её обычно размочу и работаю. Короче, будут у меня... Кистей немного, у меня ещё есть вот пенальчики, покажу. Там куча всяких кистей, здесь только которыми я работаю чаще всего. Ну что, закроем. Протрем здесь всё. И поставим пенальчик сюда. Теперь будут пенальчики у меня кисти. Ну, кто молодец? Я молодец. Кстати, обычный школьный пенал стоимость, я не знаю, мне кажется, до 100 рублей. Очень удобно. Сложила, я составила все бутылочки в эту корзиночку. И она у меня будет стоять. Опа, смотрите, ну ладно же, вообще здорово. Я люблю, когда всё функционально, всё так по каким-то ячеечкам разложено. Обзор корзинки хотите? Ну, давайте. Я думаю, будет интересно, что у меня в закормах здесь стоит. Немного. Я протирала, протирала и видите, что-то недопротерла. Так, ну, что у меня здесь есть? Ладно, потом протру его. Что стоит в этой корзиночке? Давайте свет, 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 свет. Сейчас будет свет. Ой, мигает. Так, отключила мигалку. Опять замигала. Ладно, у меня здесь есть маслицы. Маслицы запасное для кутикулы. Я делала на Новый год клиентам подарки. Там у меня один из компонентов было подарка масла. Масло, свечечки я там вкладывала. Это остатки. Запасное стоит. Молочная база от Global Fashion. Ой, всё как мигает, ужасно. В общем, мигает, не знаю, что с этим делать. Молочная, Milky Rubber Base от Global Fashion. Он очень нравится, носится хорошо. Выравнивающий слой на тонкую подложку, прозрачную. Огонь. От Эйми у меня есть Hard Base. Это жёсткая база. Это вообще гель во флаконе. У меня буквально пару клиентов на этой базе. Преимущество не печёт в лампе вообще. Минусы носится далеко не на всех. Ну вот на пару клиентов носится. Потом у меня есть Natural Force от Эйми. Это типа лаковое прозрачное покрытие. Им я покрываю клиентам, кто у меня делает маникюр без покрытия гель-лака. Это входит в стоимость у меня. Матовый топ от Эль Паза. Очень нравится. Очень бюджетный. Рублей вообще там типа 150-200. Носится хорошо, не марается. Мне нравится. Потом я брала от Max Nails Crystal Top. Типа знаете, тоже не синить на чёрных. Очень классный топ. Точно такой же, как мой обычный безлипкостиль от Max Nails. Но он, во-первых, жёстче значительно. И поэтому на укреплении просто ревербазы он даёт сетку. Трескается. А во-вторых, он быстрее затирается. Потом у меня здесь есть база Strong от One Nail. Тоже клиентка одна с другого города переехала. Сказала, что на этой базе ей там делали ногти. У неё не было аллергии. Вот для неё купила. Честно, ну баз да баз. Ничего в ней такого. Печёт в лампе сильно. Носится нормально. Ну вот стоит там совсем остатки. Я как бы не знаю, выкинуть надо. Что стоит, не знаю. А теми у меня есть Medium. Sculpt Medium Base. Это база средней вязкости. Пластичная. Но тоже, знаете, даёт усадку. Слишком она мягкая. Поэтому она стоит как подложку можно использовать. У меня там чуть-чуть осталось. Стоит. И вот три базы у меня от Имми ещё. С файберволокнами. Файбербазы. Три оттенка. Я вам не буду их открывать, показывать. Первая это прозрачная. Вторая Natural Pink. Натуральный Pink. Это Clare. А это Diamond. Белая с блёсточками, молочная с блёстками. Хорошая база. Наносится хорошо. Вообще отлично. Здорово. Но носятся. Я к ним не приспособилась. При том, что вот Clare у меня второй бутылёк. Они отслаиваются. Они дают какие-то пузыри, знаете. В носке. Внутренние пузыри. Хотя я делаю подложку из обычной базы. Пробовала и здесь же делать подложку. Как будто бы эти файберволокна не сцепляются с ногтем и не стали. Пузыри идут воздушные. И отслойки. Короче, мне понравились. Стоят вот по 15 мл. Вот это почти полные две. Точнее вот это вот потрачено. Вот эти вообще полные. Но я говорю Clare вторая. Потому что первая быстрая измазала. Тогда вторая. А потом когда пошёл возврат через месяц с клиентами. Короче, что-то не пошло дело у меня с ними. Вот и стоят здесь. А так у меня слишком в запасе каких-то материалов нет. У меня только то, чем я работаю. Вот так остаётся. Какие-то материалы выкинуть вроде бы жалко. Может отдать, может продать. Может на Авито всё выставить и продать. Лучше надо попробовать. Потому что вот эти два бутылка вообще полные. Они как бы, извините, на секундочку по 1000 рублей стоят каждый. А можно 2000 продать. Ладно, попробуем. Ну так что вот так обзорчик вот такой. Сижу, жду клиентку. Сейчас поднимаю инструментами. В шкафчик свой за расходничками. Допиваю свою колу. И хотела сказать, больше моей жизни у меня в инстаграм. Вот здесь оставлю, прикреплю. Вот здесь вот где-нибудь в уголочке. Обычно в этом углу я прикрепляю свой инстаграм. Кому интересно, переходите, добавляйтесь. Потому что здесь частично мои влоги выходят. А в инстаграме я каждый день. Вот. Плюс здесь еще будут, конечно, мастер-классы. В инстаграме в основном моя жизнь. Вне работы. Либо на работе, но не по работе. Здесь будут какие-то обзоры, какие-то мастер-классы. Ну и влоги в том числе. Потому что мастер-класс времени мало снимать. Но я это время потихоньку освобождаю. У меня запись на месяц вперед с клиентами. Ну, нет времени. Здесь у меня вот еще есть пустые ноготки. На большом что-то можно заснять. Я попробую. Какие идеи? Что хотели бы вы видеть? Какие мастер-классы? Может быть, френч? Может быть, втирку? Может быть, какой-то бэйби-бумер? Я не знаю. Пишите в комментариях ваши пожелания. Я что-нибудь засниму в ближайшее время. Ладно. Все. Побегу. Готовиться к клиенту. Я отпустила двоих клиентов до у девочек. Четвертая не придет. У меня что-то немножко разболелась голова. Я не фотографировала. Опять первая у меня была женщина. У нее был маникюр без покрытия. Мы всегда делаем без покрытия. Вторая женщина. Мы делаем всегда один и тот же камуфляж. Раз в раз. Всегда одно и то же у меня. Ну, чисто, ручки в порядке и все. Ей тоже я не стала фотографировать. Потому что, ну, там ничего. Не снимать, не фотографировать. Вот. И сейчас у меня еще третья. Тогда будет девочка. Четвертая отменилась. Я ее перенесла на следующую неделю. Поеду домой пораньше. Это, конечно, радует. Но не радует то, что я приехала в коротенькой курточке. Думала, что муж меня заберет. А теперь он меня не заберет. Потому что я успеваю на автобус. Ну, ничего страшного. У меня сейчас перерыв 35 минут. И быстренько отпилю и поеду домой. А еще. А еще. А еще. Я кое-что сегодня заказала на Озоне и на Лейлберисе. Хочу кое-что еще попробовать. Кое-чем заниматься. Это будет хобби. Творческое хобби. Вот, я думаю, стоит ли это еще тоже добавлять в видео такого формата на этот канал. Потому что это вообще не касается ногтей. Пока не буду раскрывать никакой секрет. Ну, не секрет, а ничего не скажу пока. Потому что сначала все придет. Я все попробую. И потом, возможно, запишу видео. А может быть, мы и распаковочку опять вместе сделаем. Я очень давно хотела это попробовать. Но все как-то, знаете, руки не доходили собрать корзину и заказать. Потому что нужно изучить для начала, что заказывать, как и чтобы денежку впустую не тратить. Так что ждете предположения. Пишите в комментарии, что это может быть. Вот. Ну, если будет интересно, то, конечно, буду снимать видео. Это не третья моя клиентка. Это клиентка с субботы. Третья и покрывать не стала гель-лаком ногти. 7 недель покрытию. Все держится прекрасно. И вот такую красоту мы сделали. Это из субботы девочка. Просто не туда вставилась. И я уже приехала домой. Чупча дома. К подъезду. Сейчас буду приходить. Слушайте, ну, третья клиентка моя решила снять покрытие. Отдохнуть, походить пару месяцев без покрытия. Поэтому опять я ничего не засняла. Короче, наказать меня надо за это. Записалась она в следующий раз просто на маникюр. Надо что-то мне придумывать. Хочу вот попробовать японский маникюр. Кто-нибудь пробовал? Если не пробовал, кто-то расскажите, как это. Вот. Ладно. Всем спокойной ночи. Всем пока. Я думаю, что этот влог я ещё доснимаю завтра. И выложу. Всё. Пока. Всем привет. Так я и не досняла свой влог. Хотела доснять в субботу. Сегодня уже воскресенье. У меня выходной. Николь, помаши. Мы идём с Уэлдберриса. У меня пришли пилочки для ногтей. Забрала, сходила. Пока больше ничего не пришло. Вот. Поэтому завершу свой влог сегодня. Буду снимать новый. И там у меня поступили некоторые вопросы под видео. Всё расскажу вам в следующем влоге. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. До новых видео. Так. Я видео завершила вроде как. Но решила всё-таки распаковать и показать вам пилочки. Потому что пока в Уэлдберрисе у меня ещё ничего не пришло. И чуть больше распаковки нет. Я дома. Поэтому с коленки снимаю. Вот кто мне помогает. Боня. Она мне помогает открыть посылочку. Так. Смотрите. Вот такие пилочки. 25 штук. 100 на 180. Вот я уже вижу, что они конечно так себе. Я их попробую на работе. И, ну, наверное, расскажу вам потом отзыв. Так. Вот есть штрих-код, если надо. И, знаете, ещё хотела спросить. А если я создам телеграм-канал, где будут полезные ссылки. Бюджетные ссылки скидывать на товары. Не ногтевые и не только. То, что я покупаю. Потому что 25 пилочек я взяла за 230 рублей. Я считаю, это очень недорого. Поэтому, как считаете, попробую создать. И, наверное, в описании добавлю ссылку на мой инстаграм. Там больше в моей жизни. В инфобоксе. И ссылку на телеграм-канал. Переходите. Подписывайтесь. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. Теперь уже всё. До новых видео. От меня и моей воняшки. До новых видео.